Этот компьютер был собран компанией HWLAB PRO по заказу компании Thermaltake специально для прошедшей прошлой осенью выставки Игромир. Задача проекта заключалась в том, чтобы наглядно продемонстрировать новое решение компании Thermaltake в системах водяного охлаждения. У нас появилась возможность познакомиться с этим необычным компьютером, существующим в единственном экземпляре поближе. Российская компания HWLAB PRO специализируется на сборке производительных игровых компьютеров. Есть в ассортименте компаний несколько стандартных игровых моделей, но основное направление деятельности компании – сборка эксклюзивных ПК под заказ. И компьютер, о котором мы расскажем, это как раз пример такого эксклюзивного ПК. Если можно говорить о высокой моде в одежде и предметах интерьера, то почему бы не перенести это понятие на компьютеры? Ведь моддинговые ПК нередко представляют собой произведения искусства, и обязательно найдутся пользователи, на которых дизайн компьютера от HWLAB PRO произведет неизгладимое впечатление. Собран компьютер от компании HWLAB PRO на базе хорошо известного корпуса Thermaltake Core P5. Этот корпус идеально подходит для таких эксклюзивных ПК, которые можно назвать воплощением высокой моды. Доминирующими в дизайне этого компьютера являются два цвета – черный и белый. Сам корпус Thermaltake Core P5 претерпел, конечно же, моддинговые изменения. На стекле появились сделанные вручную наклейки, а на переднем торце корпуса появилась трехмерная надпись Thermaltake. Но это, конечно же, не всё. В корпусе используется очень много деталей, которые специально изготовлялись для данного проекта. Система охлаждения компьютера жидкостная. Она собрана из отдельных элементов компании Thermaltake. Это и помпа, и водоблок для процессора, и резервуар для жидкости, и компрессионные угловые фитинги, и датчик потока, и акриловые трубки. В системе охлаждения используется радиатор высотой 480 мм с четырьмя RGB-вентиляторами. Блок питания в компьютере с одной стороны стандартный цифровой ТАВ-ПАВА DPS-G850W, с другой стороны в нём также есть моддинговые изменения. Все кабели сделаны вручную. Они имеют оплётку двух цветов, белая и чёрная. Длина кабелей подобрана под данный корпус, и все кабели подключены к блоку питания напрямую, без использования переходников. Кабели уложены в специальные держатели, которые также были сделаны на производстве компании HW Lab Pro. Есть и различные декоративные элементы в дизайне компьютера. К примеру, чёрная помпа украшена белыми пластиковыми ободками. Для всех винтиков, с помощью которых крепится материнская плата, блок питания, заглушки в корзине для установки плат расширения, используются специальные пластиковые шайбы белого цвета. Заглушки в корзине для установки плат расширения также заменены с чёрных на белые. RGB-вентиляторы, закреплённые на радиаторе, тоже не совсем обычные. Это 120-мм вентиляторы серии Ring RGB от Thermaltake. Однако в продаже есть либо комплект из одного RGB-вентилятора с блоком управления, либо комплект из трёх вентиляторов с блоком управления. Блоки управления рассчитаны максимум на три вентилятора, а в компьютере на 480-мм радиаторе установлено 4 RGB-вентилятора с одним блоком управления. Поэтому стандартный блок управления в данном случае модернизирован и переделан под четыре вентилятора. Основоаппаратная конфигурация компьютера составляет материнская плата Asus Saber 2 Z170S в сочетании с процессором Intel Core i7-6700K и видеокарты Asus GeForce GTX 1070 Founders Edition с 8 ГБ видеопамяти GDDR5. Компьютер укомплектован 16 ГБ памяти DDR4 и SSD-накопителем объёмом 240 ГБ. Такая аппаратная конфигурация вполне соответствует понятию высокопроизводительного игрового компьютера. И действительно, по результатам проведённого тестирования, которое включало в себя 23 отдельных теста на основе реальных приложений и 12 тестов на основе игр, можно сделать однозначный вывод, что компьютер компании HW Lab Pro представляет собой высокопроизводительное решение, которое можно эффективно использовать для работы с различными ресурсоёмкими приложениями. Этот компьютер позволяет комфортно играть в современные 3D-игры при настройках на максимальное качество и разрешении 2560 на 1440 пикселей. Продолжение следует...